Привет всем, с вами Юрий Дмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим о так называемом революционном законопроекте касаемо гражданства Российской Федерации. Как об этом сообщил глава комитета по делам СНГ в российской интеграции и связи с отечественниками Леонид Калашников, он сказал о том, что до декабря, то есть в ближайшие пару недель будет несен в правительство Государственный Думный законопроект в упрощенном получении российского гражданства, который предполагает отмену требования от отказа от гражданства другой страны. Таким образом, это действительно очень существенно для тех, например, граждан, которые не хотят отказываться от гражданства иностранного государства, которое они имеют, например, гражданство юных штатов, гражданство Италии, Великобритании, но которые хотят в то же время получить гражданство Российской Федерации. И данная процедура, наверное, достаточно серьезная и очень важная для таких соотечественников, которые хотят получить российское гражданство. Сам Калашников напомнил, что уже принят закон аналогичный, который не требует это от жителей Донецкой и Луганской областей при оформлении гражданства Российской Федерации. Вот тот законопроект, который должен быть перенесен в течение двух недель правительством Государственную Думу, он предполагает отменить эту норму, которая является обязательным отказом от другого гражданства. Таким образом, это будет распространено на всех иностранных граждан, в том числе и соотечественников, которые теперь не только в Донецкой и Луганских областях проживают и могут оформить по указу президента гражданства Российской Федерации, но и в других регионах, в других странах. То есть, тем самым данный законопроект должен отменить полностью отказ от иностранного гражданства. Тем самым, я как понимаю, будет возвращать двойное гражданство. То есть, иностранный гражданин будет иметь первоначальный паспорт иностранного государства и может оформить без отказа, то есть, выхода и отказа от гражданства иностранного государства российский паспорт. Спасибо, что посмотрели данное видео. Подписывайтесь на канал. Успехов вам! Всего доброго! Ну, а мы будем ждать данный законопроект, когда он поступит в Госдуму и будем отслеживать его рассмотрение, потому что он на самом деле актуален для всех соотечественников, которые проживают за рубежом и хотят получить паспорт Российской Федерации без отказа от иностранного паспорта. Всего доброго! Успехов!